Телеканал КРТ представляет Хотя, как мы понимаем, никакой революции реально не было. Были протесты против полицейского произвола, плавно перешедшие в погромы и грабежи, которыми воспользовались либеральные группы для формирования комплекса вины у белого большинства и навешивания ярлыков фашистов и расистов на тех, кто отказывался принимать бремя некой исторической вины. Что же касается американских полицейских, охотно припадающих на одно колено, раскаиваясь в расизме, то я должен сказать, что им еще повезло. Ведь если бы копы убили гея, то каяться в гомофобии явно пришлось бы на обеих коленях, обеих локтях и со спущенными штанами. Кстати, если кто хочет посмотреть, как выглядит реальная классовая борьба черных, то отошлю вас к фотографии 1931 года с подписью. «Мы хотим работать», – скандировали участники негритянской манифестации на Мэдисона-Веню в Нью-Йорке. В результате столкновений с полицией несколько участников получили серьезные ранения. Из сотен тысяч протестующих в нынешнем году хотя бы один требовал работу. Вполне естественно, что волны тех, кто готов формировать чувство вины у белых, перекатились в Британию, Европу, Австралию, где также произошел памятник опад. Пожалуй, главная ценность всех этих событий состояла в том, что они напомнили сытым бюргером. Люди, стоявшие у истоков становления как Соединенных Штатов, так и ряда европейских держав, начиная с Британии, были банальными работорговцами с людоедскими замашками. Возьмем того же кумира отечественных политиков Уинстона Черчилля. Парочку избранных цитат я во избежание обвинений в использовании фейсбучных фейков приведу прямо по материалу BBC пятилетней давности под названием «10 упреков Уинстону Черчиллю». В 1937 году, давая показания Королевской комиссии по Палестине, Уинстон Черчилль сказал, цитата, «Я, к примеру, не признаю, что большой ущерб нанесен краснокожим индейцам Америки или коренному населению Австралии. Я не признаю, что этим людям нанесен ущерб тем, что более сильная раса, лучшая раса, более мудрая раса, назовем это так, пришла и заняла их место». Конец цитаты. Все любят приводить цитату Черчилля, «Демократия – наихудшая форма правления, за исключением всех остальных». Но демократия, она же для белых людей. А против бунтующих курдов и пуштунов он требовал применять отравляющие газы. Цитата. «Не могу понять этой брезгливости по отношению к применению газа. Я убежденный сторонник использования отравляющего газа против нецивилизованных племен». Конец цитаты. Впрочем, нынешние левые либералы ничем не лучше. И внезапно прозревшая шведская Свенска Даггерблат пишет, цитата, «Протестовать против расизма и жестокости полицейских и требовать равенства – правильно. Любой, кто видел запись убийства Джорджа Флойда, признает, что это ужасно. Но сейчас смысл протестов уже иной. Речь больше идет не о равенстве. Какое может быть равенство, когда людей с определенным цветом кожи вынуждают становиться на колени и просить прощения за этот цвет, целуя ноги тем, у кого он другой. Как будто родиться белым – это грех, который никогда не смыть. Сейчас требует не равноправия, а подчинение. И самое подходящее название для этой позиции – расизм». Конец цитаты. Впрочем, и для сторонников бытового белого расизма, обвиняющих черных в неспособности к интеллектуальному труду, я тоже приведу контраргумент. Вы видите врачей, приехавших спасать итальянцев от коронавируса? Обратили внимание на цвет их кожи? Так вот, это представители лучшей в мире кубинской медицины, которые представляют остров свободы, на котором, несмотря на длительную историю рабовладения, сегодня полностью отсутствует расовая проблема. Хотя, разумеется, там кое-где нарушаются права человека. На американской базе Гуантанамо, например. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова